Вернер Гейзенберг. Порядок действительности. Перевод с немецкого Ирины Андреевны Рыбаковой. Это книга о том, как открытие физики изменили философию. Один из отцов квантовой механики и мирного атома немецкий физик Вернер Гейзенберг. В своем эссе «Порядок действительности» пытается систематизировать всю совокупную действительность физически-химических процессов и социальных аспектов, которые открываются человеку. В этом он опирается на философию великого поэта Гёта. Автор рассуждает о значении языка, сознания и творчества в познании действительности. Ученый предостерегает человечество от следования за политической властью, в которой соперничают ложные идеалы, и призывает ориентироваться на науку, которая приближает людей к истине. Вступительное слово. Вернер Карл Гейзенберг – одна из самых неоднозначных фигур в истории физики. Никто не отрицает заслуги Гейзенберга как гениального ученого, совершившего прорыв в развитии физики, ученого, благодаря которому микромер стал понятнее, ученого, благодаря которому появилась мирная атомная энергетика. Но Гейзенберг-человек у многих вызывает вопросы. Патриот Германии, оставшийся работать на благо своей страны после прихода Гитлера к власти, или в первую очередь ученый, для которого наука и ее достижения стояли превыше всего, несмотря на возможные последствия. Каково было истинное отношение Гейзенберга к возможности технического применения ядерного оружия, у истоков изобретения которого он стоял? Эти вопросы являются дискуссионными и могут быть предметом самого тщательного рассмотрения в подробных биографических исследованиях. Однозначным здесь является лишь следующий вывод. После себя Гейзенберг оставил совершенно новую научную картину мира. А представленный далее впервые на русском языке трактат «Порядок действительности», появившийся в военную эпоху и увидевший свет лишь года спустя, свидетельствует о том, что эта картина мира всегда была предметом самых напряженных научных и философских изысканий Вернера Гейзенберга. И все же мы хотим особо отметить кажущееся противоречие между логической последовательностью и смысловым единством данного трактата. Гейзенберг проблематизирует важнейшие философские темы, указывая на необходимость выстраивания нового порядка действительности, а значит пересмотра таких фундаментальных понятий. Как закон, природа, картина мира, пространство, время, объект, субъект и так далее, тем не менее при внимательном прочтении трактата читатель может решить, что вся эта система не завершена. А работа в целом имеет целью не выстроить логически непротиворечивую и полностью обоснованную схему действительности, а выяснить и пригласить к этому читателю. Что находится за пределами той очерченной рамками действительности, в которой находился в тот момент сам Тиз Гейзенберг-Гейзенберг, откуда он пытался интуитивно дотянуться до новых горизонтов познания. Таким образом, крайне важно ознакомиться со структурой трактата и осмыслить ее значение. Трактат «Порядок действительности» выстроен следующим образом. Он состоит из трех частей. Первые две из них разбиты на главы, последняя, самая короткая, является одновременно и отдельным параграфом, и заключением, подводя своеобразный итог размышлением Гейзенберга. Первая часть состоит из трех глав. Она является вводной и освещает основные понятия, которые будут использоваться Гейзенбергом на протяжении всего трактата. Каждая глава посвящена отдельному понятию, а также их взаимосвязям. Различные области действительности. Язык. Порядок. Для обозначения областей или слоев действительности Гейзенберг использует слово «берых», как мы уже говорили выше. Обратим вновь внимание на то, что один и тот же объект у Гейзенберга может быть описан из разных областей действительности с использованием соответствующих этим областям понятий. На данный момент было бы целесообразно говорить о различных модусах действительности, однако мы предпочитаем опираться на терминологию Гейзенберга. Прежде всего потому, что под областью действительности может пониматься область знания или применения какого-либо понятия, но не сам модус непосредственно. Во второй части, после вводной главы, повествующей о гетевском поэтическом порядке областей действительности, который вдохновил Гейзенберга на это исследование, выстраивается схема порядка действительности. Приведем отрывок из дополнений к гетевскому учению о цвете. Все замечаемые нами в опыте действия, какого бы рода они ни были, связаны друг с другом совершенно непрерывно, переходят друг в друга, они ондулируют, совершают волнообразные движения от первого к последнему. То, что мы их разделяем, противопоставляем друг другу, смешиваем неизбежно, но вследствие этого в науках возник нескончаемый антагонизм. Костный, разграничивающий педантизм и стирающий границы мистицизм приносят одинаковый вред. И однако все эти действия, от самого обычного до высочайшего, от падающей с крыши черепицы, до блеснувшего, открытого тебе и изложенного тобой духовного прозрения, выстраиваются в один ряд. Попытаемся это выразить. Случайная, механическая, физическая, химическая, органическая, психическая, этическая, религиозная, гениальная. У Гейзенберга таких областей шесть, они выстраиваются от самой нижней области. Классическая физика, химия, органическая жизнь, сознание, символ и образ, творческие силы. Здесь же следует отметить, что Гейзенберг придает этим областям свойство простираться от объективной к субъективной, творческие силы при этом он предостерегает. Нельзя ложно понимать слово субъективный так, словно в высших областях, речь пойдет отчасти о ситуациях, которые существуют лишь для наших чувств или для определенных людей, или же о какой-либо воображаемой реальности. Это слово лишь указывает на то, что при полноценном описании взаимосвязей какой-либо области, вероятно, не получится абстрагироваться от того, что мы сами вплетены в эти взаимосвязи. Мотив вплетенности человека во взаимосвязи областей и действительности имеет своим источником все тот же гетевский подход к естествознанию, который Гейзенберг позднее озвучит в своем докладе в Веймаре в 1967 году «Картина природы» у Гёта и научно-технический мир. Гёта неуклонно исходит от человека. При этом именно человек и его непосредственные переживания природы образуют то средоточие, которое связует все явления в осмысленный порядок. Это верная формулировка, и она позволяет с особой ясностью понять серьезные различия в подходах Гёта и Ньютона к природе. Тем не менее, она упускает из виду одно весьма существенное обстоятельство, а именно то, что, по убеждению Гёта, для человека в природе зримо проступают черты божественного порядка. Как будет показано далее, эти идеи Гёта не чужды и самому Гейзенбергу. Его творческие силы напрямую связаны с божественным порядком, это воплощение той светлой сферы, присутствие которой в природе умело распознать Гёта. Эта сфера стала зримой и в современном естествознании, а именно там, где оно свидетельствует о едином мировом порядке. На первый взгляд может показаться, что сама характеристика Гёта как физика является странной, однако этому есть вполне логичное объяснение. Как пишет Рехенберг в предисловии к порядку действительности, Тиз Гейзенберг Гейзенберг почитал Гёта уже в ранней юности. Когда он в 1925 году ездил на остров Тиз Гельголанд-Гельголанд, чтобы вылечить сеную лихорадку и заодно открыть для себя квантовую механику, западно-восточный диван лежал у него в багаже. Впоследствии у Гейзенберга в библиотеке было полное собрание сочинений поэта. Он прочитывал крупные романы так же тщательно, как и все пьесы. Известно, что Гейзенберг детально знал знаменитое произведение Гёта «Фауст», а в его семье читали вслух «Итальянское путешествие». Можно с уверенностью сказать, что великий немецкий поэт сопровождал Гейзенберга в течение всей жизни. С одной стороны, увлечение поэзией Гёта сыграло свою огромную роль. С другой, тот факт, что Гёта был естествоиспытателем и при этом охватывал обширные области действительности, интересует Гейзенберга едва ли не больше, чем творчество поэта. Сравнение двух систем, двух учений о цвете, Гёта и Ньютона, происходит прежде всего относительно физики, но Гейзенберг переносит свои выводы из этого сравнения и на другие системы. Различные теории, в том числе физические, также являющиеся своего рода замкнутыми системами, будь у них даже общий предмет исследования. Как у классической квантовой механики, вполне могут вступать в противоречия, делая конкретные выводы, а значит, это правило можно распространить и на другие системы. И все же противоречия, возникающие между ними, не являются принципиальными, поскольку разные системы в физике и в других науках оперируют разными понятиями. А следовательно, споры об истинности того или иного учения следует признать бессмысленными. В случае учения Ньютона и Гёта о цвете следует вести речь просто о разных описательных плоскостях, то есть разных порядках действительности. Что касается третьей части, она, будучи совсем небольшой по объему, завершает трактат, обобщает предыдущее содержание и как бы актуализирует его для каждого, кому доведется прочесть эссе Гейзенберга. Заключительная часть является своего рода манифестом, притчей, кратким подведением итогов. Гейзенберг-ученый окончательно уступает место Гейзенбергу-философу и, можно сказать, Гейзенбергу-пророку. По впечатлениям Рейхенберга, в заключительной части, часть третья, автор высказывает свою точку зрения на политические отношения той эпохи, в которой анализ описанного порядка может показаться в некотором смысле утешением философии. Казалось бы, данная часть должна подводить итог методологической программы, выстроенной в предыдущих частях, и подытоживать ее эвристические перспективы, однако дело обстоит совсем иначе. Основная роль принадлежит вовсе не логическим итогам, а смысловым, то есть тиз Гейзенберг-Гейзенберг подчеркивает важность постижения не только теоретико-физического аспекта действительности, но и ее экзистенциальных смыслов. Таким образом, данную часть, а значит, и трактат в целом, можно видеть в свете экзистенциальной драмы автора, оказавшегося погруженным в хаос вместе с остальным миром. Становится понятным выражение той глубокой безнадежности, которая ощущается в строках третьей главы. Вероятно, знаки времени трактуются правильно, если предположить, что области действительности, которые мы сами несознательно формируем, становятся более важными по сравнению с областями, которые могут объективироваться. Поначалу, конечно, кажется, что темные демоны из этих областей играют главную роль. И все же в данных обстоятельствах Гейзенберг ищет позитивный выход, то, что может стать целью науки и вместе с тем носить преобразовательный и созидательный характер. И он его находит. В науке мы вступаем в область, в которой то, что мы говорим, в конце концов оказывается истинным или ложным, а кроме того, еще имеется высшая сила, которая независимо от наших желаний окончательно все решает и оценивает. Поэтому наиболее важными являются области чистой науки, в которых не идет речь о практическом применении и в которых, более того, чистое мышление исследует скрытую гармонию мира. В этой особой области наука становится чем-то сродни искусству, и хотя в искусстве любая истина исходит от человека, создающего свое произведение, именно здесь. Как чувствовал Гейзенберг, человек может возвыситься до восприятия чистой истины, не замутненной его личными желаниями или какой-либо идеологией, она проявляет здесь свою истинную суть. Только та наука, в которой исследователь выступает не только как носитель знаний, но и как причастный высшему порядку. Так сказать, имеющий в себе высший закон, может служить на благо человечества и выявлять истинные взаимосвязи. И это снова возвращает нас к размышлениям, высказанным Гейзенбергом в докладе о картине мира Гёта, в которой науке не следует допускать вырождение всех других познавательных органов за счет развития одного рационального анализа. Что надо, напротив, постигать действительность всеми дарованными нам органами и уповать на то, что в таком случае и открывшаяся нам действительность отобразит сущностное, единое, благое, истинное. Итак, мы многократно встречаем в философском наследии Гейзенберга геотинянские мотивы, отличительной чертой которых было усматривание в вещах проявлений божественного порядка. Если принять во внимание то, что и Гейзенберг искал эти проявления и осознавал необходимость переосмысления философских оснований таких наук, как физика, биология, психология и так далее, можно сделать выводы о том, что смысловое значение трактата, важнее программно-методологического, несмотря на то, что более нигде Гейзенберг не предпримет попытки выстроить теоретико-познавательную программу столь же тщательно и объемно. Предисловие Гельмута Рейхенберга. Физик Вернер Гейзенберг 1901-1976 годы принадлежит к величайшим ученым-естествоиспытателям, которые определили картину мира более чем на столетие вперед. Ему впервые удалось найти подход к актуальной ныне квантовой механике, успешно описывающей атомы и молекулы, в которую он внес особенно существенный вклад. Его соотношение и неопределенности дали ключ к физической и теоретико-познавательной интерпретации этой новой теории. Наконец, он проделал новаторскую работу, которая оказалась решающей для расширения и объединения квантовой теории и теории относительности. При этом он прежде всего исследовал проблему глубочайшей структуры материи, то есть занимался тем, что сегодня мы называем ядерной физикой и физикой элементарных частиц. В своих докладах и сочинениях Гейзенберг часто высказывал мнения по темам, выходящим за узкие рамки его специальности. Он особенно стремился к тому, чтобы результаты современной физики, ее теоретико-познавательные основы и философские выводы стали известны широкой публике. Так появились отдельные публикации, а также собрания сочинений под такими заголовками, как «Единство естественно-научной картины мира в основных положениях естественных наук». Помимо этого, Гейзенберг написал три более крупных текста, посвященных философским проблемам описания природы. Гифордские лекции зимнего семестра ТИС 1955 дробь 1956 г. 1955-56 год, опубликованные в виде книги под названием «Физика и философия» 1958-59 годы. Свои воспоминания под названием «Часть» и «Целая» 1969 год. И данное обширное эссе, которое до издания собрания сочинений существовало лишь в виде рукописи без названия и даты написания и представляется здесь впервые, в качестве самостоятельной публикации. Эссе, которое мы в соответствии с характеристикой самого автора в тексте называем «Порядок действительности», возникло к концу 1942 года и представляет собой с одной стороны, наиболее раннее и подробное, с другой, тематически наиболее обширное высказывание Гейзенберга о философском и теоретико-познавательном содержании картины мира в современной физике. Как никогда прежде и впоследствии, Гейзенберг пытается систематически ТИС описать-описать здесь всю совокупную действительность, которая открывается человеку от физических и химических явлений и биологических систем до социальных порядков и идей, относящихся к области искусства и религии. Многие из этих вопросов затрагиваются и в более поздних произведениях или в воспоминаниях части целые, но в порядке действительности они предстают в столь оригинальной и программной композиции. Что мы вправе обозначать данное большое эссе как своего рода ключевое теоретико-познавательное произведение Гейзенберга? Текст философа подразделяется на три части. Введение, часть первая, в трех главах очерчивает области действительности, о которых пойдет речь, язык, используемый для описания этих областей, и порядок областей. В главной части, часть вторая, после вводной главы о детеевском поэтическом порядке областей действительности, который вдохновил Гейзенберга на это исследование. Выстраивается схема порядка действительности из шести частей, структура которой восходит от самой нижней области. Классическая физика, химия, включая квантовую теорию, органическая жизнь, сознание, символ и образ, творческие силы. В заключительной части, часть третья, автор высказывает свою точку зрения на политические отношения той эпохи, в которой анализ описанного порядка может показаться в некотором смысле утешением философии. Задача этих предваряющих замечаний состоит не в том, чтобы анализировать разнообразное содержание эссе, это остается на усмотрение читателя. Однако мы намерены дать несколько указаний, которые, возможно, облегчат понимание и помогут осуществить встраивание данного эссе в традицию аналогичных произведений, в эпоху его возникновения и в биографию Гейзенберга. Тут мы ограничимся тем, что разберем три вопроса. Сперва, какое место занимает Гейзенберг среди современных ему философствующих физиков. Затем, как и когда возник данный текст. Наконец, в-третьих, мы укажем на те выводы, которые можно сделать из текста в отношении некоторых особых взглядов автора. Физики-философы из окружения Гейзенберга. В Центральной Европе отношения между физикой и философией, которые возникли в Древней Греции из одного и того же источника, с середины XIX века существенно ухудшились, если не прекратились вовсе. Точное естествознание первым делом решительно выступило против спекулятивного естествознания школы Шеллинга. Хотя некоторые выдающиеся пионеры, свободные от спекуляций физики, такие как Герман фон Гельмгольц или Эрнст Мах, рассматривали важные теоретико-познавательные вопросы. В целом физики ограничились своими специальными задачами и таким образом значительно углубили и расширили физические знания. Решающие изменения в основах физики к началу нашего столетия, вызванные появлением квантовой теории и теории относительности. Тем не менее, необходимым образом породили дискуссию о философских последствиях этих изменений, тем более, что прежняя классическая физика заняла прочное место в философском осмыслении, как, например, ньютонская механика в критике Канта. Вновь именно те физики, которые в сущности являлись архитекторами переломного периода, а именно Альберто Эйнштейн и Макс Планк, начали сперва содействовать философскому и теоретико-познавательному обсуждению. Здесь мы не будем подробно останавливаться на пространных диспутах по поводу теории относительности, который инициировал выученный на теоретико-познавательных методах Маха Эйнштейн, а также на дебатах об основных положениях и выводах квантовой теории, которые продолжаются и сегодня. Здесь мы упомянем лишь некоторые важные примеры теоретико-познавательных и философских вопросов, которые исследовали физики из окружения Гейзенберга и которые проистекают из результатов их профессиональной деятельности. Из тех, кто учил Гейзенберга физики, Арнольд Зоммерфельд едва ли занимался философскими проблемами, Макс Борн делал это лишь в последние годы жизни. Совсем иначе дело обстояло с Нильсом Бором 1885-1962 годы. Именно от него юному Гейзенбергу, которого не только его друг Тис Вольфганг Паули, Вольфганг Паули называл нефилософским. Суждено было прийти домой с философской мысленной установкой. Письмо Паули Бору от 11 февраля 1924 года. Бор преуспел в качестве учителя, как позднее подтвердил Паули. Я также с радостью узнал о том, что в Копенгагене у Бора Гейзенберг слегка научился философскому мышлению и все же заметно отходит от чистого формализма. Письмо Паули Хендрику Крамерсу от 27 июля 1925 года. Примечательным является то, что до 1930 года Бор вообще не высказывался публично по поводу вопросов, выходящих за рамки физики как таковой. Паули скорее имел в виду тот особый подход к проблемам квантовой теории, которые использовал физик из Копенгагена, а именно точную и логически безупречную дискуссию о физических явлениях и их основах. С этой дискуссией Гейзенберг познакомился потом, во время более длительных пребываний у Бора, и оценил ее по достоинству, прежде чем она воплотилась в его докладах и статьях для публики, находящейся по ту сторону физики. В частности, в 30-х годах Бор попытался распространить от атомной физики на многие другие сферы науки свой изначально сформулированный в 1927 году принцип дополнительности, то есть факт того, что определенные явления допускают два полностью взаимоисключающих описания и что лишь обзор обоих дополняющих описательных методов позволяет сформировать цельную картину. В таком ключе он обсуждал проблемы химии, 1930 год, биологические процессы 1932, 1937, 1957, 1962 годы и отношение физиологии к психологии, 1938 год. Также в исследовании человеческих культур 1938, 1954, 1960 годы он попытался привнести идеи дополнительности. Доклады и сочинения Бора были собраны в двух томах под названием «Атомная физика и человеческое познание», 1958-1966 год. Гейзенберг обязан теоретико-познавательным и философским выкладкам Бора важными озарениями. Уже в первых своих общедоступных публикациях он по форме и содержанию тесно примыкает к последовательности мыслей своего наставника в атомной физике. В частности, на пятидесятилетие Нильса Бора он пишет следующее. Для ученых, которым посчастливилось иметь возможность какое-то время проработать в Институте Бора в Копенгагене, существует еще одна часть его творчества, наряду с физикой самой по себе чуть ли не более значимая. Создание духовного центра, в котором соединяются друг с другом и вступают в отношения с общим философским фундаментом всей науки самые разнообразные нити современного естествознания. Исключительное личное влияние, которое оказывал и продолжает оказывать Бор на своих учеников, лежит в основе этого единства мышления, в котором каждый научный вопрос, как и сама жизнь, соотносится с одним и тем же неизменным центром. Центр, о котором идет речь, конечно же, образуется принципом дополнительности, который в мышлении Гейзенберга занимал главное место. Другой основатель современной атомной физики, который правда не являлся преподавателем Гейзенберга, оказывал на него все возрастающее влияние, прежде всего ТИС после-после 1930 года. Через свои труды об отношении физики к философским, политическим и религиозным вопросам. Макс Планк, 1858-1947 годы, отец квантовой теории. Планк начал высказывать свое мнение по вопросам, выходящим за пределы физического содержания, лишь в возрасте 50 лет. В 1908 году в своем Лейдинском докладе «Единство физической картины мира» он развил полемическую позицию против позитивистских и антиатомистических воззрений Эрнста Маха. Дальнейшие доклады Планка носили такие характерные названия, как «Позиция новейшей физики по отношению к механистическому взгляду на природу» — 1910 год. Динамическая и статистическая закономерность — 1914 год, закон причинности и свобода воли — 1923 год. Позитивизм и реальный внешний мир — 1930 год, происхождение и влияние научных идей — 1933 год. Физика в борьбе за мировоззрение — 1935 год, религия и наука — 1937 год. 1937 год, детерминизм и индетерминизм — 1938 год. Смысл и границы точной науки — 1941 год, почему наука не может быть популярной. 1942 год, спорные вопросы науки — 1945 год и мнимые проблемы науки — 1946 год. Именно тот факт, что всемирно уважаемый ученый с безупречной репутацией, несмотря на личное неприятие Третьего Рейха, не стал молчать в те трудные для науки и ученых времена. Но, напротив, развивал в докладах свою деятельность, оказал значительную духовную и моральную поддержку как многочисленным коллегам, так и заинтересованным неспециалистам. Решение не покидать Германию после 1933 года позволило Гейзенбергу впоследствии сблизиться с Планком, хотя последний занимал в физической интерпретации квантовой механики противоположную позицию. Так, Гейзенберг закончил обсуждение сборника «Пути к физическому познанию» 1933 год. Словами, лектор предпочел бы подытожить то общее впечатление, которое производит чтение докладов Планка следующим образом. Это как раз то религиозно-нравственное мировосприятие, которое в конечном итоге определяет позицию Планка по отношению к теоретико-познавательной ситуации современной физики, что позволяет ему шагать прямо и почти слишком уверенно даже там, где бездонные пропасти теоретического познания со всех сторон угрожают сбить с пути. Под почти слишком уверенно Гейзенберг подразумевал в первую очередь решительное отстаивание Планком строгой причинности. Положительный отзыв Гейзенберга вызвал порицание со стороны Паули. Он писал Гейзенбергу, что некоторые изменения в обсуждении книги Планка неприятно поразили его, а именно признание Гейзенбергом того, что представленная Планком реальность внешнего мира является рациональным понятием. Паули заклинал его. Только бы тот дух, что царит над плодами научной деятельности Планка и в его личной жизни, не слишком возобладал в твоих публикациях и в твоей жизни. Письмо Тис Паули Паули Гейзенбергу от 29 сентября 1933 года. Паули, так и не простивший Планку его полемики против своего крестного отца Маха от 1908 года, считал, что обнаружил в деятельности Планка черты, который он, Паули, в глубоком неповерхностном. Смысли воспринимал как халатность. Здесь он критиковал Планка не только как ученого, но и как политика, который после прихода национал-социалистов попытался удержать нескольких коллег в Германии. Хотя Гейзенберг был отчасти согласен с упреками Паули в адрес философии Планка, но это не относилось к порицанию политической и нравственной позиции последнего. Его обсуждение книги от 1935 года заканчивалось так. В заключении Планк со всей серьезностью, присущей его личности, которая выводит его за пределы научных достижений и делает рупором немецкого естествознания. Подчеркивает, что наука самой своей сутью приучает к правдивости и что сегодня ей поставлена важнейшая и величайшая задача хранить это наследие. Гейзенберг обрел поддержку со стороны Планка не только в качестве политика и человека, он также высказывал свое мнение по его докладам и сочинениям. Зачастую, перенимая даже названия, хотя выводы Гейзенберга иногда отличались от выводов его кумира. Вместе с Планком Гейзенберг также высказывался против непоколебимых позитивистов вроде Филиппа Франка. В то время, как его бывший геттингенский коллега и почти ровесник Паскуаль Ярдан 1902-1980 годы однозначно признавал позитивистские методы. Ярдан, начиная с 30-х годов, написал большое количество сочинений, в которых он попытался сделать философские выводы из квантовой механики. Название его книг указывают на то направление, в котором шел Ярдан. Физическое мышление в новую эпоху, 1935 год, физика и тайна органической жизни, 1945 год, белковая молекула, 1947 год. Вытеснение и комплементарность, 1947 год, атом и космос, 1952 год и несостоявшиеся восстания, 1956 год. После 1930 года Ярдан вышел также за пределы физики, как дисциплины в своих очерках по биологии, с помощью которых он способствовал обоснованию так называемой генетической теории мишени. Во всяком случае, в свое время он считался пионером новой междисциплинарной науки, биофизики. Вольфганг Паули, 1900-1958 годы, был также близок к позитивизму, в особенности к теоретико, познавательному критическому методу Эрнста Маха. В 1954 году он признал следующее. «Чтобы сориентировать философов, я хотел бы сразу заметить, что сам я не принадлежу ни к одному философскому направлению, название которого оканчивается наизм, и пояснил, что у него имеется тенденция придерживаться некой середины между крайними направлениями». Сам Паули мало публиковался на тему общефилософских проблем науки. Так, в его сочинениях и докладах о физике и теории «Познания» 1961 год, имеется лишь пять заголовков подобного рода, среди которых его важнейшее сочинение «Феномен и физическая реальность» 1954 год. Естественно, научные и теоретико-познавательные аспекты идеи бессознательного на 80-летие Юнга 1954 год и наука и западноевропейское мышление 1955 год. Зачастую Гейзенберг в итоге получал пользу от добровольной критики, которую его друг высказывал по отношению к его философским трудам. Так, благодаря Паули в некоторых местах сочинения понятия «замкнутой теории» в современном естествознании пришлось уточнить формулировки. Гейзенберг, в свою очередь, посвятил философским воззрениям Паули обширное изложение, в котором он выделил две совершенно разные черты в характере и мышлении друга. Притягательная мощь, исходившая из анализа Паули физических проблем, вероятно, лишь отчасти брала свое начало в домелочей прозрачной ясности его формулировок. С другой стороны, однако, ее источником был непрерывный контакт с областью продуктивных духовных процессов, в бессознательном для которых еще нет рационального выражения. Из молодых современников Гейзенберга здесь приводится лишь учение Карла Фридриха фон Вайтзекера, родился в 1912-м, чей интерес к постановке философских вопросов, сформировался рано. Собственно говоря, он хотел изучать философию, но Гейзенберг побудил его сперва изучить в качестве основного предмета физику. После 1940 года свое основное внимание Вайтзекер систематически посвящал теоретика познавательному анализу новых теорий. В одном из своих первых крупных сочинений об отношении квантовой механики к философии Канта он уже обозначил центральную тему. Гейзенберг, ранее изучавший Канта, по большей части в рамках дискуссии о причинности, получил через своего ученика основательное представление о критической философии, которая проявлялась местами в его докладах и трактатах. Можно сказать, что с тех пор готовность заниматься теоретико-познавательными вопросами или философскими выводами из своей науки среди физиков пошла на убыль. С другой стороны, дискуссии, которые вели между собой не физики, зачастую почти без опоры на точное знание и не думали прекращаться. Можно было бы приветствовать возможность продолжения в будущем взаимодействия между физикой и философией, если оно будет происходить для взаимной пользы и на том же уровне, как это было во времена Планка, Эйнштейна, Бора, Шрёдингера и Гейзенберга. Полное аудиоиздание, а также электронная и печатная